Продолжаем наш вечер телевизионный. Четверг, 9 июня уже. На 2 градуса похолодало за тот час, что мы в эфире. И сейчас у нас вторая часть нашей программы вовремя на информационном круглосуточном телеканале Абакан-24. И говорить мы будем сейчас с вами о здоровом питании. Вы как раз поужинали и теперь будете сожалеть о том, что вы что-то не то съели. У нас в гостях сегодня очаровательные люди. Прежде всего это Софья Калячкина, врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. И Вячеслав Баргаяков, фельдшер этого же Республиканского центра. Добрый вечер. Софья Сергеевна, добрый вечер. И Вячеслав Сергеевич. Добрый вечер. Знаете, почему они у нас сегодня в эфире? Потому что нас жутко заинтересовала информация, которую сегодня распространил, прислал нам Минздрав местный. Оказывается, завтра в первой школе, на базе первой школы, где работает там теперь летний лагерь, будет проходить мероприятие, на котором вот эти люди расскажут о правилах питания. У меня к правилам, давайте чуть позже перейдем, а у меня вопрос, а зачем детям это знать? Они что увидели, то и едят. Особенно важно, это огромный вклад в будущее, в их здоровье, в частности, в долголетие. Поэтому хотелось бы детей с самого младенческого возраста, с их дошкольного, уже осознанного возраста призвать к этим замечательным привычкам. 22-41-18, если что, вы помните наш телефон. Ну что ж, у нас очень мало времени, к сожалению, на правильное питание покушать мы любим. Давайте перейдем непосредственно к правилам. Хотелось бы сказать, что... Они большие? Ну, они не сложны, их много, их огромное количество, но по своей сути они довольно-таки просты. И хотелось бы сказать, что очень тяжело перевоспитать пищевые привычки взрослого человека. Тяжело, но возможно. Проще всего их привить у подрастающего поколения, у наших детей. И, как я ранее сказала, правил их достаточно много, но если разобраться в их сути, можно уже непременно к им прибегнуть. Задача нашего республиканского центра общественного здоровья, в частности, на завтрашнем мероприятии, как вы упомянули ранее, который пройдет на базе первой школы города Абакана... Оно в первый раз, или не в первый? Да, ну, подобные, конечно, были, в частности, узкая тема, именно у школьников, она будет затронута впервые. Это произойдет во время детского пришкольного лагеря, посещает большое количество детей, это около 200 ребятишек. И наша задача, непременно, это рассказать о пользе и необходимости здорового питания. Может быть, перейдем к правилам? Давайте, давайте, давайте. Первое правило – это здоровая тарелка, поможет мне мой коллега. А мы ее сейчас и покажем, это, по-моему, слайд номер 6, Наташа, здоровая тарелка, показывайте, да. Вот мы на экране, вы здесь говорите. Необходимо разнообразить свой рацион, то есть привить детям питаться правильно. 20% рациона суточного составляют фрукты, то есть около 5 порций надо в сутки съедать. Бананы, яблоки – это по одной порции. То есть дальше у нас идут овощи, они составляют 30% от суточного рациона. Далее идет злаки, гречка, рис, то есть тоже 30% составляет. Пшено. И пшено, конечно, то есть кто не любит кашу из пшена. Протеины, протеины 25%. А протеины – это что? Белки, мясо. А, мясо, наконец-то мы дошли до мяса. Мясо, рыба, курица – это все в белки. То есть лучше есть мясо, чем те же самые… А вот это дейри написано, это что? Это у нас молочные продукты. Молочных продуктов для детей в сутки достаточно 3 порции. Одна порция – это стакан молока, либо 30 грамм сыра. На завтрак, то есть сыр поели в обед. Слушайте, дороговатая тарелочка-то получается. 5 раз фрукты, 3 стакана молока – это почти литра, он 80 рублей минимум стоит. Овощи, ой-ой-ой-ой. То есть для растущего организма стараться, то есть поддерживать этот рацион. То есть если нет возможности купить, так скажем, каждый день молоко покупать, лучше купить сливки немножко и добавлять по чуть-чуть, либо в чай, либо в кофе с тарелом. Это будет подходящая тарелка? Да, довольно-таки. Хорошо, что вы это мне сказали. Да, такой хороший способ. Да, то есть овощи и фрукты мы едим по системе радуги. То есть не надо есть весь день зеленые там яблоки. Периодически надо рассортировать по цвету. Перебиваю, а кашля, знаменитая диета, вот один день я ем яблоки весь день, потом какой-нибудь рис, потом опять эти яблоки. Но мифов огромное количество и, как правило, они развеиваются. Тут вся суть в том, чтобы дозированно получать необходимые микро-макро-нутриенты с пищей. Один фрукт берем, допустим, банан, берем апельсин, яблоко. Тут же добавляем все в суточном рационе огурец, капусту. И тем самым завтра мы можем одно яблоко употребить, послезавтра апельсин. То есть не так, что мы покупаем килограмм апельсин, наедаемся, а на следующий день просыпаемся, весь пупырышку. Абсолютно верно, да. Тут вся суть в дозе необходимого употребления. Поэтому оно правильное. Поэтому оно правильное, потому что оно с умом. Но у меня вот есть, я же тоже имею справочку. Друзья, не знаю, насколько вы соблюдаете это, но вот 20% протеин, 30% крупы, 30% овощей и 20% фруктов. Это на сутки. Да? Да. Если обратить внимание на эту тарелку, к примеру, возьмем это обед. Посмотрите, какая она большая. Чтобы это все скушать, нужно постараться. Следовательно, мы немного разграничиваем интервалы приема пищи. Ведь есть люди, которые любят перекусывать на ходу каждые полтора-два часа. А чем это полезно? Желудочно-кишечный тракт у нас постоянно находится в нагрузке. У него нет времени на отдых. Тратит калории, значит, худеет. Худеет. Но он постоянно в этой нагрузке, постоянно занят. Нет времени разгрузиться, отдохнуть немного. Мы же себе своим мышцам даем после спорта, к примеру, отдохнуть. Правильно? То же самое и происходит с органами нашего пищеварения. В то время как, употребив весь этот обед, ты, в принципе, не захочешь кушать, захочешь только часа через три. А этот обед будет правильный, сбалансированный, обогащенный всеми нутриентами необходимого, как для подрастающего организма, так же даже для взрослого. О том, как перейти к правильному питанию чуть попозже, Софья, ну, вокруг столько соблазнов. Вот сейчас эти кофейни на каждом шагу. И вот у той же молодежи, у тех же ребятишек, ну, теперь это какое-то поветрие, мода. Вот обязательно надо идти, купить этот кофе-стаканчик на вынос, идти его и посасывать через трубочку. Я не за грубые запреты, я как раз-таки про то, что можно все, но дозированного с умом. Употребляйте кофе, пожалуйста, можете покупать, ну, раз в неделю. Этого, в принципе, будет достаточно. Не каждый день? Ну, для чего? Не знаю, я и говорю, это будет мода, традиция. Ради моды, то от этого можно только вред получить. В то время как, если будете соблюдать питьевой режим, он рассчитывается по специальной формуле. Да, 30 миллилитров на килограмм веса для детей умножаем, для себя умножаем. Ну, для взрослого человека минимум полтора литра в день, если позволяют, да, потребности питьевые. То есть стакана кофе, особенно, допустим, 3 штуки, 4 штуки мы не сможем выпить, потому что у нас будет полезная обычная вода. Избежать можно нагрузки сахара, которая находится в том же кофе, да, в том же чаю, потому что многие у нас дети, в принципе, взрослые, любят перекусы, чай с конфетами, чай с печеньем. Можно эти перекусы. Я перед эфиром съел 2 конфеты за раз. Мы вас переучим. Надо было приходить нам с кефиром, с зеленым яблоком, и получился бы полезный перекус. Кефир и зеленое яблоко перед эфиром не опасно. Давайте после эфира. Ну вот, вы прекрасно выглядите, конечно. А как давно вы подсели на правильное питание? Я сейчас, конечно, Софью спрашиваю. Ну, на правильное питание я стала обращать, наверное, в подростковом возрасте внимание. Да вы что! Здесь следует призвать, наверное, подростков. Это период бурного роста при неправильном питании. Это все может обратиться в период бурного набора массы тела, лишней массы тела. Зачем это? Поэтому тогда, как раз, мне кажется, в России набирали обороты. Мейнстрим, так скажем, правильное питание, еда в контейнерах, вне дома. Ну, многие у нас активную физическую деятельность ведут, даже ввиду спортивных каких-либо мероприятий, ввиду своей учебной загруженности. Поэтому еда в контейнерах с собой тоже может быть весьма правильной. Ну, вот как-то привычка с тех времен сохранилась. И по сей день мы с Вячеславом с собой пакет с едой на работу. И не тянет, например, съесть, вот так взять, рульку свиною, запеченную в духовке до крутящей корочки в апельсиновом соке? Все у нас присутствует, но в небольшом количестве. Много попросту не съешь как-то, ну и не хочется. Но можно. Иногда можно. Мы сильные люди. То есть, да, раз в неделю... А вы в мужской компании шашлыки, Вячеслав? Шашлыки, ну, не каждый день. Раз в месяц можно, да. То есть, если шашлыки едим, мы покупаем много овощей и хлеб. То есть, на кусочек мяса небольшой, то есть, стараемся побольше овощей съесть и все. Тогда это тоже здорово. Хорошо. Если человек, допустим, вот наши телезрители захотели вдруг начать правильное питание, а у нас много аудитории, которая уже 50+, стоит ли им начинать или никогда не поздно начинать? А если стоит, то, ну, смотрите, всю жизнь человек привык вот так есть, и тут вдруг новая гастрономическая практика. С чего начать? Советы есть такие? Нет? Ну, я думаю, прежде всего, начинать никогда не поздно. С чего начать? Ну, думаю, здесь помогут наши правила. Правила, прежде всего, здоровой тарелки, которую мы вот раньше вам немного объяснили. Да, и следует бы дать... Хотелось бы дать такой совет. Пожалуйста, не прерывайте все свои привычные мероприятия приема пищи резко. Делайте это постепенно, чтобы лишний стресс вашему организму не был нанесен. Дозируйте приемы пищи, обязательно не пропускайте завтраки. Есть лица, которые, в принципе, опровергают этот прием пищи. Потому что подольше подпать. Да, да. Не переедайте на ночь. Три-четыре часа до сна. Это должен состояться ваш последний прием пищи. Если же хочется что-то съесть на ночь, выпейте теплый стакан воды, теплого стакана молока. К примеру, чтобы не было излишнего приема пищи, жирной пищи, как мы любим. Некоторые питаются один раз в день, а то и два. И вечером наелись жирной пищей. И потом в горизонтальном положении наш организм упорно все перерабатывает. И недовольно урчит. А почему нельзя? Ну, на ночь, я имею в виду, кушать. Ну, поурчит, да перестанет. Или это какие-то другие... Нагрузка. Это определенные биологические процессы, которые... Почему человек ночью спит? Потому что работают другие системы. Головной мозг... ЖКТ должен отдыхать, головной мозг отдыхать, весь организм. У него должно быть время, в конце концов, чтобы отдохнуть, набраться сил и к новому дню вперед. Это все имеет строго научную основу, то, что вы говорили. Обязательно. Конечно. Вот касательно фастфуда, да, про что вы говорили, уличные... Я только про кофе говорила. А да, бургеры вот эти вообще их не понимаю. Любимый фастфуд, мне кажется, превалирующее количество населения с удовольствием прилегают к нему. Тут тоже, в принципе, можно... Я ни разу не пробовал местный фастфуд. Вот вообще ни разу. Давайте я вас научу, как дома, использовать собственный фастфуд. И хотелось бы призвать родителей, детей, бабушек в том числе, с кем немало важно... Делать, да? Немного, да, немало времени проводят наши дети. Возьмите обычный лаваш. В качестве мяса можно использовать куриную грудку. Сильно хочется что-то по-фастфудски. Ну, возьмите, зажарьте ее в яйце с сухарями, без специй, без лишней соли. Зажарьте на пергаментной бумаге, допустим, на сковороде с небольшим количеством масла. Порезали на кусочки, мясо для шаурмы готово. Дальше свежие овощи. Помидор, огурец и без того присутствуют в нашем ежедневном рационе. Используйте их. Добавьте свежую капусту, свежую морковку. Добавьте небольшое количество сыра. Следующий момент – это соус. Он, наверное, на себя и берет такой самый агрессивный посыл для нашего организма. Здесь тоже можно найти альтернативу – взять обезжиренный йогурт, разбавить это горчицей небольшим количеством. Кстати, продаются местного даже производства маложирный йогурт. Да, обратите внимание. И мы давно им заменили, кстати, сметану. Немножко добавили горчицы, лимонного сока, прекрасный соус. И, мне кажется, ребенок, особенно если вы ни разу не пробовали фастфуд, мне кажется, вам такая правильная шаурма. Очень даже понравится. Сейчас продолжим. Давайте послушаем, что нам там хотят сказать наши теледрители в тему. Надеюсь, добрый вечер. Здравствуйте, Шоция. Меня зовут Игорь. Я хочу вас что-то спросить. Какова роль медицинской сестры про шелаксити заболевания? Вы, как врач, должны мне это сказать. До свидания. Вы не в тему, конечно же. Какова роль медицинской сестры? Ну, давайте не дурачиться в прямом эфире. Я понимаю, охота позвонить и высказаться, но как-то надо соблюдать уже меру, Игорь. Это наш постоянный звонящий теледритель. Мы на нашей кухне, у нас вот кухня есть по пятницам. На прошлой неделе как раз нечто подобное готовили в лаваше. Мы запекли лаваш, делали из него конвертики, а в конвертики петрушка, укроп, лук и плавленый вот этот сырок, дружба, кусочек. Это все же мы в яйце обмакивали, зажаривали в небольшом количестве масла на сковороде. Вот весьма вкусно и без соуса, между прочим, получилось. Вот видите, ко всему можно найти альтернативу. То есть мы, значит, все-таки поставщики рецептов правильного питания. Это правильно у нас было питание? Ну, то, что это зажаренное на масле не совсем. Но по своему составу, кроме сыра, мне все нравится. Молодцы. А сыр чисто, видимо, вместо соуса, как я понял, этот рецепт. Ну, плавленые сыры сейчас достаточно... Рецепт 34-го года, дружба. Тогда был хороший сыр плавленый. Производитель утверждал, что ничего не изменил. Хотя, конечно, кому сейчас верить, только вам. То есть сыры плавленые, ну, не очень хорошего качества, так скажем. Знаете, в этом плане нам, зрителям, в принципе, очень бы помог сайт «Здоровое питание РФ». Оно базируется... А как-то мы о нем говорили, да. Да, оно базируется на национальном проекте «Демография». На этом сайте, в принципе, ничего не нужно даже придумывать, изобретать велосипед, как говорится. Там имеется перечень продуктов, которые можно использовать в своем ежедневном рационе. И самое главное – готовые рецепты. Пожалуйста, смотрите, изучайте. Это вам в помощь. И хотелось бы, конечно, призвать наше население, в том числе родителей, по отношению к детям уже с сегодняшнего дня прививать себе правильные привычки. Вообще, в принципе, дети – это зеркало нашей семьи. Они копируют, они затем воспроизводят, в принципе, все привычки родителей, ну, и в том числе пищевые привычки. Поэтому непременно важно родителям на собственном примере показывать, что они употребляют в пище, в каком виде употребляют в пище. И самое главное – формировать эти привычки с младенческого возраста. Почему? Помоги мне рассказать, пожалуйста, Вячеслав. Ага, мы давайте пока покажем слайд наш, а то не успеем. Идеальное питание школьника. Наташа, это, по-моему, слайд 3, если я ничего не перепутал. Идеальное питание он должен еще. Четвертый, да, вот мы показываем вот этот слайд, ну, чтобы товарищи в другом мире понимали, что необходимо. Вячеслав? Ну, дети рождаются не сразу в школьнике, мы так скажем, пока они в теле матери, да. А, трудничков начать. То есть, пока они в теле матери, они питаются внутриутробно. И питание матери зависит, как будет развиваться ребенок. То есть, надо пить больше витаминов, и если ребенок... Хорошо, давайте заменим тогда на слайд первый. Здоровое питание – полезная привычка. Это логичнее будет, да? Да. То есть, беременной женщине надо питаться рационально. И дальше, если ребенок в теле матери заглатывает там неотическую жидкость, то вкус зависит от питания матери. Дальше, после рождения ребенка. Слушайте, а беременные же, они то известь со стен грызут, то еще у них то селедку хотят, то шоколад. Ну, потому что организм требует витамины и макроэлементы, которые не достает матери, чтобы полноценно развился плод, так скажем. Поэтому, да, пристрастия такие бывают. Но это не патология? Это не патология, да. То есть, надо проконсультироваться, и чтобы не есть звездку, заменить на витамины. То есть, с врачом надо поговорить. Извините, перебил. Да, дальше у нас после рождения ребенка. Сейчас модно. Грудное молоко. Да, грудное молоко – это хорошо. Но в современном обществе, то есть, пытаются сохранить фигуру мамочки некоторые, и на смеси приводят ребенка. Смесь – это не натуральная, то есть, продукт, там и белки, то есть, протеины и сахара имеются. То есть, и ребенок уже с самого младенчества, ну, так скажем, фактор риска у него – развитие сахарного диабета. То есть, лучше кормить. Вы искусственно вскармливаете? Поэтому лучше вскармливать грудью. А зачем тут сахар тогда добавляют производители? Ну, не к вам, конечно, вопрос. Ну, скорее всего, из-за углеводов. То есть, чтобы быстрее. Это сбалансировать, это равновесие, чтобы не резкий был скачок. Ну, и в целом, чтобы как-то немного было похоже на грудное молоко, потому что оно все-таки сладкое для детей по своей сути. Но это, естественно, происходит. А тут мы говорим, да, об искусственном питании. Дальше. Не пренебрегать, то есть, ввод прикорма обязательно должен быть. Начиная с 4 месяцев, когда ребенку вводят овощные каши. То есть, из брокколи, капусты. И вот эти баночки, которые кучать невозможно на вкус. А покупных, скорее всего. Да, можно же дома приготовить самостоятельно. То есть, вводить надо постепенно. То есть, не сразу вместо обеда ему давать кашу. Тогда у ребенка может несварение быть, ну и последствия, так скажем. То есть, вводим все это постепенно. С 6 месяцев уже можно фруктовые соки вводить, каши. То есть, не на молоке, а просто на водичке. Кашу отварили, немножко дали во время обеда. Все хорошо. С 8 месяцев четверть, так скажем, желтка куриного можно добавлять уже. Ну и с 10 месяцев добавляем отварное мясо уже. То есть, со стола можно дать сухарики, которые сами произвели. Никириешки. То есть, иногда смотришь, мамочки идут, ребенок еще в коляске, у него там и чипсы, а сама идет в телефоне. Они не задумываются. Да, лев-мемера. Такие мамочки, я называю их подход. В принципе, вот так. А дальше уже мы прививаем до садика рациональное питание. Мама и папа должны есть вместе с ребенком. То есть, не надо его оставлять одного, он должен брать пример с родителей. Ну, ребенок же не может быть все время с родителями, он же ходит. Ну, детский сад, понятно, там как-то следят. Ну, вот уже школьники, они много же времени проводят и одни. Ну, это понятно. То есть, до школьного возраста надо ребенку уже привить. Привить эти привычки. Да, родители выступают в роли проводника. Они показывают на своем примере, что это важно, что это вкусно. Ведь вопрос в том, как приготовить эту пищу. А сладкое? Можно. Вот есть пирамиды питания, да, в котором преимущественно это углеводы. Далее у нас овощи, фрукты идут в меньшем количестве, белок и совсем в небольшом количестве жиры, в том числе сладкие продукты. Употребляйте, но все в меру, все в небольшом количестве. А сейчас ли это время мороженого? Ну, как ребенок? Он займеет какую-то копейку в кармане, он ее купит, родители доживно от ним будут. Все в меру, но в небольшом количестве. Половина мороженого. Разделите с другом целую порцию огромного мороженого. Возьмите маленькую порцию. Скушайте, будьте довольны, но не в больших количествах. То есть, да, если покупаете... Вы так верите в силу детского разума? Ну, потому что мы сами живем по этому образу жизни, прививаем своим детям такие привычки и надеемся, что нам удастся совместными усилиями вырастить здоровое поколение, которое потом эту задачу у нас примут и активно также будут притягивать к этому другое новое поколение. Я просто боюсь, вот когда ребенок растет вот так правильно, 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 потом все равно же он не может всю жизнь жить вот в этой правильной изоляции. Он потом выходит в этот большой мир и как голодный набрасывается на соблазны эти, которые вокруг него в огромном количестве. Мы же не говорим о жестких рамках, вот уже несколько раз повторили, употребляйте в своем рационе все. И тоже сало взрослые, да, как мы с вами, любимый наш продукт. Да, мне сказали, два кусочек от таких при вашем холестерине. Возьмите два раза в неделю. Ну вот все, к сожалению, вкусное, запретное и, к сожалению, вредное. Поэтому, чтобы не было срывов, да, как называют некоторые диетологи, используйте все, но в небольших количествах. Тоже мороженое, тоже сладкое, тот же фастфуд, который альтернативу шаурму мы уже с вами разработали здесь рецепт. Используйте, ради бог. У меня племянница доктор, муж ее тоже доктор. У них есть ребенок, пять лет, девочка. И с пищей я есть не могу, потому что она у них практически, например, несоленая. Чая не пьют практически без сахара. И вообще я не могу в этой семье вот как это жить, питаться. А семья-то довольна? А они, да, они говорят, дедушка, вы сумасшедшие, вы сами себе роете могилу. Это пример здорового поколения. Соль можно на самом деле употреблять, существуют также нормы, это вот не больше пяти грамм в сутки. Ориентир это чуть больше чайной ложки, половины чайной ложки. А если соленая семга? Сами засаливайте, но не слишком соленую. Но вот эта норма должна не превышать не только семги, а в каждых продуктах в совокупности в сутках то же самое с сахаром. Не больше 8-12 кусочков в сутки вместе с напитками, вместе с едой. Не означает, что 8 кусочков сахара положили в чай, выпили и довольно сидим. Вовсе нет. 8-12 кусочков, не больше в сутки. Я понял, что 3 кто-то говорил, доктору. Это имеется в виду перераспределение на всю употребляемую пищу. Потому что в яблоке есть сахар, да? Да, есть природный собственный сахар. Все это следует учитывать. Поэтому еще раз обращаю внимание, не знать, что положили 8 ложек, сидим довольны, выпили и думаем, что мы правильно день свой провели. И вовсе нет. А слушайте, вы вот завтра с детьми будете говорить. Насколько вы уверены, что они вас воспримут? Я думаю, они вас примут. Я думаю, нам удастся их заинтересовать. У нас есть замечательные вот такие тарелки. Мы хотим на живом примере. У нас есть продукты, естественно, в игручном формате. Так вам надо было ко мне на кухню завтра приходить. Давайте. После школы мы к вам заглянем. Обязательно вы посмотрите. В принципе, когда мы раскладываем это все на тарелку, в принципе, даже взрослых говорит, это большая борьба. Это большая, да. У меня не влезет после этого сладкая вафля, конфеты, в принципе, не захочу. Тем самым мы можем отодвигать такое желание, снизить потребность, привычку в употреблении конфет, к примеру, да? И отодвинуть это уже на задний план. Я думаю, что нам удастся, я на это надеюсь. То есть мы будем призывать к этому школьников, все в игровой форме. Мы дадим им себя попробовать в роли повара. У нас есть пирамида, как я сказала, вот с игрушками. Они будут формировать свои тарелки, а мы дальше проведем некоторую проверку этих тарелок. Возможно, кому-то сориентируем, скорректируем их питание. Возможно, кого-то с улыбкой поблагодарим, то, что они нас услышали, нам удалось донести. А дальше, надеемся, школьникам захочется самим участвовать в формировании меню на неделю, на будущий день. И вам начнут звонить родители, раздержанные, чего вы научили наших детей. Они едят мой борщ. Почему борщ? Хорошая пища, если не на жирной зажарке. Видите, то, что мы едим, и наша задача с огромным вниманием обращать на каждое блюдо, из чего готовим, с помощью чего готовим. Но вот, к сожалению, все употребляемые нами продукты, они в какой-то степени вредны. И наша задача делать так, чтобы они в большей степени были полезны для нашего здоровья. Но мы свое неправильное питание еще как порой объясняем. Потому что мы живем в суровых климатических условиях. Нам зимой в Тибири надо больше жирной пищи кушать. Насколько это правильное или неправильное утверждение? Ну, физиологически организм запасается веществами, силами, готовится, как некоторые медведи к спячке. То есть мы пытаемся насытить себя теми микронутриентами, которыми растерял за осень организм. Но вы правильно говорите, зимой у нас есть еще весна, осень, лето. Сейчас особенно легко соблюдать здоровое питание. Потому что у многих огороды, зелень, собственно, выровщенный морковь. Да в жару-то много еды и не полезет. И не съешь и без того. Конечно, можно как перекусы. Кто-то вот чай с конфетами, с печеньем. Порежьте себе огурец, порежьте яблоко. А давайте покажем слайд про перекусы. И отличная альтернатива. А у вас есть родители? И как они относятся к тому, что когда вы к ним... Вернее, они что вам дают на то, когда вы приходите к ним в гости? Ну, в принципе, мне кажется, у меня такие привычки сформировались. Потому что в моей семье примерно такая же система. А кто ваши родители, Софья? По профессии вы имеете в виду. К медицине они не имеют никакого отношения. Я практически первая. Да, у меня прабабушка только была акушеркой. Так что, возможно, это интуитивно. Возможно, каждый человек слышит в той или иной степени, что ему не хватает. Куда рука тянется, к какому продукту. Ведь постоянно, если сидеть на мучных изделиях, однажды живот, органы ЖКТ скажут, я устал, помогай. И какие-то для чего придумали разгрузочные дни. Вот, возможно, вот эти мифы, о которых вы говорите. День зеленых яблок, день кефира. Такой стресс для организма, а в какой-то степени разгрузка. Чтобы такого не происходило, интуитивно наш организм периодически просит то жидкой пищи, то пищу в твердом виде, напитков. А у вас, Вячеслав, родители? Мои родители живут в деревне. Вот-вот. А у вас там кровяная колбаса, бараны. Баранину я не очень люблю. Ты же не люблю баранину. То есть она достаточно тугая, жир там тугой. То есть она мне не нравится. Ну, в деревню я езжу редко, к сожалению. Поэтому раз в полгода я езжу. Ну, вот отпустили родителей ребенка в город-город, его испортил. Это шутка, конечно же. То есть я могу себе позволить раз в полгода, конечно, дома поесть все продукты, которые приготовили мне. То есть, так скажем, ублажить родителей, что не зря готовили. А дети у вас есть? Да, у меня есть дочь, ей третий год. Она с удовольствием употребляет овощи. Особо любимый продукт – это огурцы. Так что вот перекусы, в частности, можем ввести, это вот огурец. Огурцы, то есть, и зимой тоже? Ну, приходится, к сожалению, покупать в какой-то степени. Да, потому что я боюсь эти тепличные огурцы. Не настолько, да, будут хороши, не настолько я в них уверена, в их составе. Но, по крайней мере, сейчас, в настоящее время, в теплице уже есть огурцы. О, вы огородница? У меня бабушка-огородница. Я в будущем хотела бы тоже иметь. Но пока, к сожалению, мой режим дня не совсем позволяет. Мы приедем к вам, снимем программу «Дачники». Хорошо. Приезжайте. Завтра. Сделаем шаурму обязательно. И агроном центра садоводства Юлия Нингулова. Знаете, какая приверженница правильного питания? Это невозможность не снимать программы. Все по-правильному. Добрый вечер, Юлия Романовна. Она нас наверняка смотрит. А у вас много вообще, вот как вы, вы же ведете какую-то статистику, увеличивается процент людей, которые придерживаются правильного питания? Или это все вот как зависит от зигзагов моды, увлечений? Увеличивается темп роста, они наглядные. Если какие-то графики сопоставлять, то в количественном соотношении мы обязательно увидим. В какой-то степени зависит от темпов моды. Но это небольшое количество людей. В принципе, эти люди, наверное, постоянно находятся в поиске себя, новые увлечения. Но все-таки, что приятно наблюдать, особенно вот на работе, в институте учились, очень многие ходят с контейнерами. Это говорит о том, что они обращают... Это они экономят деньги на перекусы. Это же хорошо, значит, они обращают внимание, что кушать. Они, собственно, ручно, я надеюсь, всю эту еду готовят, по крайней мере, могут быть уверены за правильность приготовления, за состав. Ну и экономия, это идет как бонус. Потому что не все суперфуды, к сожалению, доступны кошельку. В магазинах огромное количество различных продуктов. Но, к сожалению, не всегда желаемые мы можем приобрести. Поэтому существует куча альтернативных продуктов. Ну и у нас полторы минутки осталось. Что мы можем в заключении сказать? Вот там 10 шагов здоровья. Мы показываем табличку нашим телезрителям. А я хочу, наверное, спросить, а вы можете, вот к вам можно прийти в центр и получить совет? Или не даете никакой? Не ведете консультации? Мы больше ведем организационную деятельность. По коллективам, да? То есть к коллективу приезжаем, то есть рассказываем, как питаться, оставляем все наши раздаточные материалы. Дальше уже сама организация должна, руководитель должен организовать все, чтобы питались, то есть работники все правильно. Мы должны научить. Остальное зависит от организации. А те, кто хотят научиться, они могут пересмотреть нашу программу на Ютьюбе. Там на слайдах есть правильные советы. И я прямо не знаю, как теперь вам вручать подарки от нашего спонсора Татьяны Александровны Тутатчиковой и группы Малинники. Вот эти вот кренгельки, тем не менее, я вам вручу. Не сами так бабушка съест. И у вас мама с папой съедят. Вот, в общем, спасибо вам большое. Но как сложно все-таки вот решиться? Что надо, чтобы вот завтра проснуться? Или сегодня вечером прийти с Эммира и не есть? Все сложное просто. Давайте резко не будем это начинать. Постепенно, с завтрашнего дня, каждый начнет себя. И будет один прием не совсем полезной пищи убирать. А дальше по нарастающей. Спасибо вам, что вы пригласили.